здравствуйте меня зовут шура и вы на канале handmade а за а сегодня я буду снимать видео о том как я делала вот такой вот чокер вот с такими капельками у меня сегодня есть вот такие бусины габлита вот у меня еще тут осталось немножко и мне нужно сделать чокер я уже отрезала memory проволоку это будет чокер я эти бусины габлита выложила вот в какой-то приблизительный порядок не факт что это будет именно так вот может быть вот эту толстую сюда потому что отверстия в них совершенно по моему находится вообще в произвольном порядке то есть никто не думал где их сверлить просто просверлили где-то и вот потому что это вот кажется что она выбивается по цвету ну конечно можно просто так собрать чокер у меня еще такие бусинки это тоже габлит и я хочу вот я вот уже сделал одну на пробу вот так вот это вот выглядит я поставила маленькую шапочку и сделала петельку вот и хотела бы как-то вот сюда их проставить вот тут между как то так вот так но только вот спереди конечно да ну потому что мне кажется что потом уже вот здесь они уже будут наклоняться вот так некрасиво да или это будет красиво нет я думаю что вот до сюда только вот где более крупные камушки и все вот так или может быть даже по длине чуть-чуть сделать и знаете они мне хотелось бы как-то их оживить оживить может быть добавить какого-то какой-то может быть какого-то гола красивого голубого прозрачного цвета на я не очень уверена да или знаете добавить какую-нибудь металлическую бусину вот и тогда посмотреть как выйдет потому что да вот гавлит гавлит и гавлит и нужно что-то еще вот ну конечно вот будут вот такие вот вот эти вот маленькие шапочки вот и наверное я найду какие-нибудь красивые проставочные бусины хотя я думала использовать просто вот такие красные бисеринки да вот здесь вот они положу по центру вот такие вот да они очень 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 красные вот смотрите вот такого цвета как кораллы но обычно вот такой голубой гавлит его используются вот кораллом и с какими-то белыми бусинами как бы морская тематика да но мне вот не совсем так хотелось бы то есть я не хочу добавлять белый ну вот не знаю может быть красный выделил бы вот зеленовато-голубоватый камень я сейчас поищу какие-нибудь бусины и можно будет вот сюда вот проставить вот между этой капелькой и и гавлитом и я нашла все такие сердечки и вот решил разбавить вот таким вот сердечком вот вот если вот поставить сердечко между вот гавлитом то есть как бы вроде ничего особенного но выглядит веселее согласитесь нашла вот такие вот бусинки очень такие переливающие сюда и подумал что может быть можно было бы использовать их в качестве проставочных я еще не знаю как крепить вот такую подвеску потому что эти камни они неровные да вот легко крепить вот между круглыми бусинами да а вот люди такие вот нужно тогда делать расстояние между ними и вот еще такую бусину я нашла проставочную обратите внимание может быть я буду ее использовать они вот эти вот шапочки на маленькие сейчас буду смотреть ну вот я сейчас сделала такую экспериментальную модель и у меня вот здесь подвешено уже два сердечка они болтаются как угодно но когда они одеты да то есть они не двигаются то есть они стоят в правильном положении я сначала думала что может быть какую-то морскую тематику это же не обязательно если камень голубовато зеленоватого или зеленовато голубоватого цвета это же не обязательно что это вот морская тематика вот что здесь было интересно вот то что я не очень-то хотела подвешивать сюда какую-то какую-то круглую металлическую бусину потому что но это какая-то какая-то классика я хотела какого-то чтобы какой-то она была немножко озорное вот поэтому вот сделала сердечки что у меня вот такая вот штучка была да даже такая она плоская здесь главное что что у меня конечно полно вот эти черепашки и морские коньки есть эти подвески но они не имеют вот эту вот сквозную дырочку чтобы я могла закончить капелькой то есть там или отверстие или какая-то петелька металлическая но она только была одна например да то есть вот этот конек морской или черепашки они должны висеть последними я хотела чтобы капелька висела последняя его особенного у меня выбора не было ну вот у меня было сердечко вот такая вот штучка или просто какая-то круглая бусинка вот не очень мне хотелось добавлять сюда красного и белого вот я использовала видите вы сидать вот маленькие шапочки они прикрывают этот кривые дырочки я решил вот просто так сделать сделать проставочную бусину и вот на соединительном к колечке подвесить вот сердечко с капелькой я нахожу что удачный вариант сережки я думаю будут такие вот просто вот эта капелька сердечком и возможно я вот возьму одну из этих вот бусин гавлита вот и это подарочный комплект одной моей знакомой вот но у меня еще есть такие камни и я наверное буду делать еще на продаже потому что делать его не сложным и она мне кажется веселая веселая и может понравится но казалось бы что может быть легче вот приделал такие вот подвески вот но все совсем не так просто вот моя предыдущая конструкция она не работала потому что вот эти камни гавлита они вот необычной такой формы и сердечки все время цеплялись за бока вот и поскольку чокер он закруглялся то вот мои подвески они как-то сваливались в одну сторону вот теперь я все-таки взяла этот пресловутый бейл от которого я хотела уйти но мне не удалось вот я поставила вот такую бусину потому что она идеально подходит по размеру вот придавила и теперь вот все здесь кружится крутится свободно и непосредственно вот это вот сердечко она как бы отстоит на какие-то там пару миллиметров и не цепляется ни за какие камни гавлита даже если даже если вот так вот видите висит хорошо вот но что у меня теперь выходит у меня выходит что сердечки эти вот они немножко стали вот менять свою позицию то есть да ну вот украшение висит а сердечко может стоять вот ребром то есть я потеряла вот эту вот возможность сердечко стоять вот лежать вот как следует вот так она так не лежит или я должна его приклеивать а я сегодня не хочу ничего приклеивать у меня нет сегодня приклеительного настроения но я начала искать 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 вот нашла здесь у себя вот такого морского конька и подумал может быть морского конька хотя мне очень жаль мои подвески вот ну может быть морского конька вот подвесить сюда тем больше что это один и тот же металл вот это не металл это гематит вот и но здесь видите что очень плохо что что конек вот это вот колечко на коньке смотрят другую сторону то есть я его открыть не смогу и колечко на были открыть не смогу если я хочу подвесить конька мне нужно 2 2 звена цепочки и тут я вспомнила что меня был еще один конек данного когда я если я буду использовать конька то мне придется отказаться вот от вот этих вот капелек но мне казалось в гавлите можно было бы дайте просверлить дырочки как-то получше и еще что камни да я же как бы вот ну а отпускаю их чтобы они приняли какую-то позицию какая вот им более удобно я имею ввиду силу тяжести 3 до камни которые вот у меня они не хотят сами находить никакую позицию это конечно удивительное свинство с их стороны вот так вот они должны принять вот допустим вот так но все равно ведь и перекрутился вот зажала его он перекрутился вот это вот большая проблема конечно с круглыми бусинами такого ничего не было у меня не круглые и вот нашла из своих еще одних морских коньков и мне они совершенно не понравились вот потому что это будет точно такой же принцип будет болтаться мой конек как сосиска а может быть не будет вот может быть из-за длины вообще странная вот это вот капелька надо вот внизу этого конька мне кажется капелькой конек не тут вот именно этот конек хотелось бы конечно вот этого конька потому что он такой красивый да вот обратите внимание вот он такой детальный там очень много деталей в нем и даже вот на хвостике есть такая петелька и к ней можно что-то подвесить да может быть даже жемчужину теперь я думаю можно жемчужину подвесить сюда на хвостик ну вот у меня есть такие колечки 6 миллиметров вот 4 будет мало потому что вот это вот очень толстая видите очень толстая часть попробую одеть и покажу вам вообще это видео надо было назвать приключения гавлита потому что вот конкретно приключение но вы смотрите сердечко мне не нравится больше да но кстати и конек мне не нравится потому что вот эти вот большие цепочки они не идут сюда при маленьких он плохо двигается да он застревает если взять например 04 я не думаю что будет большая разница если взять 05 а 04 маленькая но вот зато вот это вот мне кажется теперь приобрело очень хороший вид и я стала думать возможно стоит использовать теперь вот такой колпачок но без колпачка да вот этот вот бейл он добавил вот какой-то нарядности да несмотря на то что эти кривые камни вообще крутятся я думаю может быть я зажму их и они перестанут крутиться вот но я не очень люблю когда вот в чокере все вот эти бусы они так друг другу крепко придавлены да я тоже так не очень люблю то есть я люблю чтобы вот не то чтобы свободно но чтобы не было так чтобы камень об камень или так терся и прям скрипел вот сейчас померю вместе с колпачком вот я теперь сделала вот эту вот капельку вот на таком вот с таким вот колпачком и в общем не хочу такой колпачок нет мне кажется самая идеальная и успешная вообще модель получается вот это вот вот с этим вот бейлом я имею ввиду без сердечка и без этого колпачка да без капелек это вот что-то не то а с капельками мне очень нравится ну вот такое вот украшение у меня в конечном итоге вышло все проводилось такое количество времени вот но несмотря на это вот это вот самый удачный вариант вот и он смотрится очень хорошо вот пришлось поставить вот эти вот бейлы но они мне почему-то стали нравиться вы знаете сначала как-то мне было без разницы да ну да а потом вот стало понравилось удивительно что и вот эти камни вот эти вот подвески я я долго не могла найти такой же цвет гавлита вот не подходил никуда а сейчас вот все собралось в одно украшение а сережки будут точно такие не живут ну вот какой то будет вот камушек использован гавлита и потом вот будет вот это вот петелька не петелька капелька из ну тоже из гавлита да будет висеть застежка здесь очень простая это лобстер на этом мое видео подошло к концу всем удачи и скоро увидимся